МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Один из главных упреков, обращенных Господу Иисусу Христу со стороны мнивших себя праведными фарисеев, книжников, заключался в том, что Христос не гнушался людей, как казалось книжникам, отчаянно грешных, как бы дошедших до крайних степеней греха. К таким людям относили в первую очередь блудниц и сборщиков налогов или мытарей. Дело в том, что Палестина, завоеванная римлянами, очень болезненно переживала рабство и наплеменному владычеству. И были люди, которые говорили, что нет никаких налогов на кесаря, не нужно, не должно их быть, подать только на храм. Нету царя, кроме Господа Бога, нет иной подати, кроме на храм. А мытари это были евреи, которые, не оставляя веру своих отцов, однако же собирали деньги, безжалостно сдирая поборы, эти налоги на римского кесаря язычника, ну и себя, конечно же, не забывали. Невдомек было фарисеям и книжникам, что Господь пришел в мир грешников спасти. Господь не только пришел спасти грешников, из числа этих же грешников, мытарей в частности, Господь избирал себе даже учеников. Сегодня церковь память совершает одного из таких господских учеников, бывшего мытаря, апостола и евангелиста Матфея. Матфей, или еще иначе Левий, так звали его брат Якова Алфеева, был одним из 12 ближайших учеников Господа. Он ходил за Христом, слушал его слова, был очевидцем чудес, и сам творил чудеса силою Божию. После воскресения, вознесения Господа Иисуса Христа, после сошедствия Святого Духа на апостолов, Матфей проповедовал в Палестине. Восемь лет спустя воскресения Христова появилась на свет первая новозаветная книга, Евангелие от Матфея. Ею начинается кодекс новозаветных книг. Святой Матфей написал вначале Евангелие на еврейском языке, потом сам же перевел его на греческий. Еврейский техник сохранился. Святой апостол Матфей проповедовал восемь лет в Палестине, иудеям, ждавшим Мессию, доказывая им, что сей Иисус, он и есть Христос. Впоследствии многие из страны услышали его проповедь и увидели чудеса, совершенные его руками. Последние годы жизни Матфея пришлось провести в Эфиопии. Среди различных племен были там и каннибалы, люди с жуткими привычками и страшными обычаями. Их Матфею нужно было крестить, им проповедовать, их убеждать, изменить свою жизнь и начать угождать Богу. Там он и пострадал. Матфей был сожжен в большой куче хвороста неким царем эфиопским фулвианом, который впоследствии крестился, покаялся и стал одним из ревностнейших христиан, обращающих своих одноплеменников в вере Господа Иисуса. Имя Матфея означает «дар», «дар Божий». И он очень хорошо по жизни соответствует своему имени, потому что он сам воспринял дар Божий – прощение грехов, милость, призвание на проповедь, вечную жизнь, в конце концов. И он не удержал себе сей дар, но этим даром поделился со всеми нами, поскольку благовествует нам до сегодняшнего дня Евангелие со страниц своей книги. Кроме носящих имя Матфея мы сегодня поздравляем с Днем Ангела Федора, Ананию, Михаила, Ивана, Николая и Виктора. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах!